Казанский федеральный университет Прошу прощения Начну я с того, что напомню вам, что мы понимаем под летописью Летопись это историческое сочинение, изложение в котором ведется по годам Собственно и само слово летопись образовано от древнерусского слова лето, которое переводится как год на современный русский язык И соответственно каждое отдельное летописное сообщение начинается со слов в лето, то есть в год такой-то произошли такие-то события И по сути дела свод этих событий, перечень этих событий расставленных в хронологической последовательности и мы называем летописью Вот я привел вам пример, чтобы это было наглядно, да, из лаврентьевской летописи, древнейшая летопись, которая сохранилась до нас Такая вот погодная статья, то есть видите она начинается в год 1026 Ярослав собрал воинов многих и пришел в Киев и заключил мир с братом Стиславом, ну и так далее Ну речь идет о Ярославе мудром, поэтому вот обычная такая, ну что ли, летописная погодная запись Если говорить о внешнем виде, чтобы в голове была правильная картинка, да, у вас То вот вам пример, да, летописи это собственно объемные книги, рукописные книги, да, которые писались на церковно-славянском языке Вот перед вами как раз фотография первой и последней страницы лаврентьевской летописи, древнейшей летописи, сохранившейся до нас Да, и соответственно летописи велись в нашем государстве, ну примерно с 11 века и вплоть до 18 века И даже местами на протяжении 18 века Поэтому летописи являются главным источником по истории нашего государства в этот период Вот давайте мы с вами попробуем почитать эту лаврентьевскую летопись Вот первое сообщение, которое вы уже видели, да Ну согласитесь, что здесь в этом сообщении все понятно, так ведь? Вполне все ясно Ярослав, князья и так далее Хорошо, следующее сообщение, да В году 1027 родился третий сын Ярослава и дали ему имя Святослав Тоже все понятно, да? Обычное сообщение А теперь давайте прочитаем следующее сообщение, да? В год 1028 знамение в виде змея явилось в небе, так что видно было его по всей земле И продолжается, в год 1029 было мирно Вот согласитесь, что прочитав первые две статьи Мы понимаем, что мы имеем дело с текстом другого времени Да? Просто хотя бы потому, что там дата указана А вот прочитав третье сообщение Мы понимаем, что мы имеем дело не только с текстом из другого времени Но мы через этот текст вступаем в диалог с человеком из другого времени У которого было другое мировоззрение Не такое, как у нас Который несколько иначе смотрел на вещи И посчитал, что значимо будет не только Ну, политика, говоря современным языком То есть, какой князь, куда пошел и так далее, да? А важно будет записать и такое вот удивительное явление И которое он назвал знамением, да? Вот именно о таких явлениях мне бы и хотелось поговорить Ну, условно, совершенно условно, подчеркиваю, да? Для исследовательского удобства Мы говорим, что средневековый человек жил в двух мирах В мире реальной действительности Где происходили земные события Повседневные, привычные, неудивительные Которые, собственно, и составляют основное содержание летописи А второй мир, абсолютно условно, я его называю Воображаемая реальность То есть, это мир идеальный Мир сверхъестественный Мир удивительный, да? Мир необычный И вот, чтобы эта мысль была понятнее Я ее иллюстрирую на миниатюрах Лицевого летописного свода Это очень объемная, большая летопись С картинками, да? С миниатюрами, созданная в 16 веке Вот посмотрите, да? Реальная действительность Ну, условно, деятельность князей Вот изображены казни Вполне привычное дело для того времени, да? Это, там сидит князь в шапке, да? Повешены новгородцы, которые подняли смуту против этого князя И так далее, да? А справа, если вы, не знаю, видно или нет Если вы обратите внимание, да? Вот в справом углу над этими еретиками Расправил свои крылья дьявол То есть, здесь уже участник непосредственно Ну, такое сверхъестественное существо, как дьявол Который указан и в тексте, что по наущению дьявола И нарисовано в миниатюре, что вот он, дьявол Расправил крылья над еретиками Ну, друзья, для справедливости Надо заметить, что князья не только, естественно, казнили И средневековье не только кровь носили Вот, пожалуйста, раздача милостыни Тоже вполне себе заурядное событие Предсказуемое событие Объяснимое событие Да? А вот справа, опять же, событие уже, которое объяснить сложно Которое удивляло, поражало Это знамение в небе явился Александр Невский Хорошо, и последняя, да, картинка Последняя пара картинок Ну, друзья, даже для пожары, собственно Мы можем считать такой экстремальной повседневностью Средневековья Ну, все было деревянное Пожары были частым делом И, кстати, иногда даже летописцы указывают причины Вполне прагматичные Кто-то поджег город специально, да Или из-за засухи и так далее То есть здесь тоже вполне реальное событие А справа изображено вот как раз чудо О котором я бы и хотел поговорить Княгиня и князь, которые изображены, вы видите, да, слева Это Софья Палеолог, Иван Третий Вторая половина 15 века У Софьи Палеолог очень долго времени Не было детей от Ивана Третьего Она пошла в Троицу Сергию Лавру Навстречу ей вышел Сергий Радонежский Который сто лет уже как умер И вложил ей в чрево младенца Это Василий Третий, отец Ивана Грозного Ну понятно, да Вот это чудо, которое здесь изображено И которое называлось современником чудо Хорошо Давайте дальше пойдем Значит, о чем нужно говорить Когда мы говорим о чудесах Как о компоненте воображаемого мира средневековых людей Которые явлены в текстах летописи Конечно, человек Древней Руси Как и вообще средневековый человек Был настроен на чудо Он ждал чудо Понимаете это, да? Вот И, конечно, мне кажется, что во многом Это вызвано и это обусловлено Очень богатым миром чудес язычества Который, собственно, явлен и сохранился до нас И вообще он до сих пор живет Да, различные сверхъестественные существа Ну, сами представляете, что такое языческий мир чудес Ну, да, это все сказки, предания Вот это все мир чудес Вот летописи очень тоже интересным образом Фиксируют этот мир чудес Языческий мир чудес Вот, например, очень известное сообщение Про полоцкие события В год 1092-й придивное чудо явилось в Полоцке В наваждении Ночью стоял топот Что-то стонало на улице Рыскали бесы, как люди Ну, я читать целиком не буду Вы сами прочитаете, да? Обратите внимание, что в конце люди говорили Что это мертвецы По-древнерусски Нави бьют палача И вот, кстати, картинка уже из... Прошу прощения Из другой летописи Радзивилловская летопись 15-го века Тоже иллюстрированная миниатюрами Вот как раз изображены бесы И мертвецы Да? И, соответственно, люди, которые сидят в домах И боятся выйти Понятно, да? Что здесь зафиксирован языческий мир чудес У нас сверхъестественное существо Как нави Да? Или это были души предков Которые по поверьям Да? Приходили за живыми И так далее Вот Но, конечно же Центральной фигурой Языческого мира чудес В Древней Руси И вообще Был колдун Был волхв Был кудесник Даже этимологически Слово «чудо» и корень «чуд» И слово «кудесник» и корень «куд» Они родственны Да? Соответственно, такое сообщение В летописях мы встречаем Особенно в древнейших Что чудеса творят волхвы Вот здесь сообщается про то Как некий новгородец Отправился в чудскую землю Обратите внимание на название Да? Это еще один источник Для чудесного мира Средневековья Все чужое Для них оказывается чудесным То есть человек приезжает В другую страну Видит необычные какие-то навыки Необычные предметы Необычных людей Он этому удивляется Он не может это объяснить Он пересказывает это Да? И вот так вот появляется чудо Да? И собственно название тоже Чудская земля Источник всех чудес Для древнерусского человека Вот новгородец туда отправляется К волхву за волхованием Ну возможно как и сейчас Ради предсказания Может быть ради исцеления Непонятно для чего Но обратите внимание Что происходит собственно Волх начинает собственно Колдовать Совершать комлания Да? У него ничего не получается Почему не получается? Потому что на новгородце Надет крест Он просит снять его крест Новгородцу становится интересно Он начинает расспрашивать волхва Почему ты не можешь колдовать Когда надет крест Потому что Мои боги это бесы Отвечает он Новгородец продолжает Своё любопытство Да? А где живут твои боги? Они живут в безднах А как выглядят твои боги? Ну в общем и так далее Да? Обратите внимание Что собственно Новгородцам движет Даже не столько стремление Получить волхование Сколько элементарное любопытство Да? Вот та настроенность на чудо Он хочет удивляться Он отправился в чудскую землю За удивлением За чудесами Да? Опять же есть картинка Вот валяется там в комлане Это как раз волхв Да? Вот А тут одновременно По всей видимости Два времени изображено Стоит посередине этот новгородец И он же рассказывает уже По приезду другому новгородцу Эту историю И так она попадает в летопись Таким образом По всей видимости На самой ранней стадии Когда языческие верования Были еще очень сильны То в первую очередь Чудеса ассоциировались С волхвами И принадлежали волхвам И даже летописи Это зафиксировали Потому что древнейшее летописание Повесть временных лет Чудесами называет Исключительно То что делают волхвы И самое интересное Переходим собственно К самому интересному Что дальше происходит с чудом И летописи это очень четко фиксируют Вот этот языческий мир чудес Да Вот эти волхвы Со своими чудесами Они Русская православная церковь И вообще церковные круги Начинают этот мир поглощать Ну как христианство Оно почему самое и живучее Потому что оно очень профессионально Очень методично Перерабатывает все чужое И поглощает себя И вот книжники древнерусские Очень грамотно Вписывают вот этот языческий мир чудес Уже в христианский мир чудес А христианский мир чудес Ну очень простой Вы сами его прекрасно знаете Чудо это сверхъестественное явление Источник чуда только Бог Да Чудеса бывают двух видов Ложные чудеса И истинные чудеса Ложные чудеса Согласно откровению Будут совершать лжепророки Антихристы Которые тем самым Будут испытывать веру людей А истинные чудеса Будут совершать Праведники Святые Которые будут Укреплять веру людей И соответственно Посмотрите Что делают авторы Повести временных лет Они четко Обозначают Что ложные чудеса Это магия волхвов То есть вот этому христианскому Понятию о ложных чудесах Они приписывают Магию волхвов А волхвы Собственно Лжепророки И лжепророки Вот Соответственно И посмотрите Терминология Постоянно употребляется Бесовские чудеса Бес совершает чудеса Через волхва То есть постоянно указывается Что источник этих чудес Бес Ну Попустительство Бога Естественно И бьют по самому главному Обратите внимание Чего народ-то хотел От волхвов Он хотел удивляться Хотел чудес Волхв это всегда Представление Это всегда Перформативное действие Он падает Он произносит заклинания Он ходит Он гипнотизирует И вот поэтому Они удивляют Что указывают Ничего нет удивительного В волховании Собственно Они четко показывают Что волхование Абсолютно не удивительно Это бесы Этот волх Ничего сам не может Ничего не умеет Ни одна магия Не получается Они даже С такой Несколько Ну жестокой Но насмешкой Когда в Новгороде Восстал волх Да Против него Вышел князь Князь Глеб И он сказал его Скажи мне Волх Что с тобой Произойдет Через несколько секунд Сейчас Он ему ответил Чудеса великие Я сотворю На что Глеб Глеб достал Меч И разрубил Его на две части То есть Таким довольно Садистским юмором Они даже Пытаться Ну может быть Чем-то высмеять Этого волхва Ну и вспомните Картинку Родзевеловской летписи Да Валяющийся Волх Тоже довольно мило Соответственно А места Истинных чудес Занимают Дела Праведников Обратите Обратите внимание На слово Именно дела Праведников Вот в древнейшем Летописании То что делают Первые святые Чудесами Не называется Борис и Глеб Это От них пошел Запах чудный Да Но в терминологии Слово чудо Присутствует Запах чудный Приобретении мощей Да Дивное чудо Совершил Феодосий Печерский Ну здесь Прошу прощения Конечно названо чудом Но опять же Обратите внимание На словосочетание Дивное чудо То есть Не просто чудо А в контексте Повести временных лет Именно удивительное чудо В отличии от Неудивительного Чуда волхва И Мужи Чудные Киево-Печерского Монастыря Ну монахи Которые кто-то Исцелял Кто-то Предсказывал будущее И так далее Ну и соответственно Начинается Эпоха Чудес Святых Хорошо вам Очень всем знакомая И сейчас У нас не вызывает Сомнений Что Чудеса Святых Это собственно Самое распространенное Христианское Чудо для нас Естественно Что Пристанищем чудес Святых Становится В первую очередь Жития И вы это все Прекрасно знаете Но в летописях Чудеса Святых Тоже Приобретают Определенные Дополнительные Смыслы И немножко Трансформируются Вот На примере Варлама Хутынского Это Новгородский Святой В 1460 году Его мощей Воскрес Юноша Слуга Великого Князя Василия Второго Это очень Большая История И в ней Четко Выделяется Два Аспекта Ну первый Условно Политический Вторая Половина 15 Века Напоминаю Если кто Студенты Должны Наверное Помнить Это Объединение Русских Земель Это Противостояние Москвы И Новгорода Очень серьезное Противостояние Шла Очень В Москве Шла Очень серьезная Идеологическая Работа Книжники И в летописях Занимались Очень серьезным Таким Демонстрацией Того Что Новгород Это Очень плохо А Москва Это очень хорошо И соответственно Московским Книжникам Было важно Показать Новгородцам Что вот Ваш святой Исцеляет Москвича Что ваш святой Дает тем самым Такую Сакральную Санкцию На присоединение Новгорода К Москве Но Конечно Мы же Не стали бы На этом останавливаться Ясно Что Любое Летописное сообщение Полисемантично В нем Несколько смыслов И есть Присутствует Конечно Религиозный аспект Он очень сложный И он связан С укреплением Веры в воскрешение Потому что 1492 год Как вы помните Да Ожидали На Руси Конец света Очень сильны Были эсхатологические Настроения Во второй половине 15 века Ересь Жидовствующих Активно Распространяется Да Жидовствующие Как и их предшественники Довольно скептически Относились К воскрешению Да И соответственно Борьба с этой Ересью Да Укрепление веры В воскрешение Ну и просто Как говорил Жак Легов Средневековый человек Требовалось Успокоение Друзья Заканчиваю Последний аспект И завершаю Значит Очень интересно Ну здесь вы поняли Да Что происходит чудом То есть церковь Его окончательно Присваивает себе Захватывает Да Активно начинает Использовать его В летописях Активно использует Ее в качестве Своей идеологии Своих аргументов Ну инструментализирует Чудо Да Но интересно Что собственно Чудо Глаз положил Не только церковь Но и княжеская власть И вот на примере Всем А кстати у меня тут Картинка Это не исцеление Этого самого Не 1360 года Это другое исцеление Тоже у гроба Врала Махутинского В 1437 году Князя Константина Исцелил Тоже москвича Тоже юноши Это клеймые иконы Второй половины Вот там на первой Принесли Положили рядом С гробом Этого юношу На второй Он уже очнулся И по хвалу Рассказывает И в третьей Он уже жив и здоров Да Хорошо И князья Которые тоже Решили претендовать На чудо Вот здесь посмотрите Какая интересная ситуация Невская битва Все хорошо представляют 1240 год Александр Ярославович Князь Да Вот слева У меня расположены В хронологической Последовательности Три источника Которые рассказывают Об этой битве Новгородская первая летопись В ранней версии Это где-то примерно Середина Тринадцатого века Повесть о житии Александра Невского Это шестидесятые Семидесятые годы Тринадцатого века И новгородская первая летопись Поздняя версия Немножко переработанная В пятнадцатом веке Посмотрите Как объясняют Победу В битве В этой Невской битве Книжники В самом раннем варианте Довольно сухое И такое Краткое Замечание Что победа Силою Святой Софии И молитвами Богородицы Все То есть никакого Акцента на чудесах Здесь нету Хотя Мы понимаем Что это конечно чудо Потому что вмешались Сверхъестественные силы И победили Но обратите внимание Князь Данил Александрович Сын Александра Невского Серьезная заинтересованность Сакрализация Александра Невского В причислении его К лику святых Создается житие Александра Невского Ну а у святого Полагаются чудеса И соответственно В житии Появляется уже Очень пространное Дивное чудо Избиение врагов Ангелами Сложные иллюзии На библейский сюжет Победы Над осирийцами То есть уже Подчеркивается Чудо Дивное чудо И самое главное Очень четко До битвы Князь Александр Невский Молится И призывает На защиту Богородицу То есть по его молитве Происходит это чудо Соответственно Такие же примеры Мы встречаем У Даниила Галицкого Это Галицкий князь Тоже Молитва Перед битвой Приходит на помощь Бог или Богородица Или какой-то святой Есть очень интересный случай Враг Даниила Галицкого Захотел перед битвой Устроить турнир И конь У него Что-то с конем Случилось И он упал Этот его враг И повредился И произошло это На день Как их зовут Флора И Лавра Прошу прощения Не помню Они покровители Коней в Древней Руси То есть очень четко Все показано Вот Ну и наконец Про дивное чудо В Невской битве Вот оно уже Из жития Полностью перекочевывают В позднюю летописную версию Где уже князь Александр Невский Вот по сути дела Совершает Это чудо Ну Бог совершает По молитве Александра Невского Такой же есть пример Естественно У Андрея Боголюбского И вы знаете Владимирская икона Божьей Матери Да Соответственно Тоже от нее Чудеса происходят И тоже Не без молитвы Четко показанной Методично Записанной Андрея Боголюбского Здесь Тоже это присутствует Все Прошу прощения Что долго Благодарю за внимание Вопросы есть? Давайте Микрофон У вас не услышит на камеру Хорошо Он конечно Первый вопрос Не очень по теме Но все-таки Мне очень интересно Вот Вот вы сказали То что летописи Сдаются почти Фактически До 18 века Да Но имело ли смысл Вообще в 19 веке Их создание Потому что появляются Другие жанры вообще Да Как бы И другие источники По которым Более уже ориентировались К примеру Уже появляются мемуары Какие-то Ну уже более такие точные И уже Более скомпонованные И у них меньше Вот этого Так скажем Того же самого чуда То есть есть ли смысл Вообще Создание летописи В это время Большое большое Ну во-первых Такие произведения Уже нового уровня Исторические произведения Несколько иные Как летописи Хронографы Появляются уже С 16 века И ведутся уже В 16, 17 веке И 18 А летописание Это уже собственно Начинает угасать После 16 Оно продолжается В отдельных монастырях Ну я так понимаю Это делается скорее всего По традиции Так как все-таки Церковь Как вы понимаете А тем более монастыри Это самая неподвижная Что ли структура Да То они продолжают Естественно ввести летописи У них в этом потребность Была прямая Да А уже у государства После 16 века Когда начинает Разрастаться Бюрократический аппарат И в 17 веке Он уже настолько Усложняется Что появляется Масса другой документации Документации приказов Документации Различных диаков И так далее И они уже собственно Становятся Важнейшими документами А необходимость в летописи По всей видимости Отпадает Вопрос такой Вы упомянули Чудскую землю Да И вот это вообще Относится Ну как бы Чудская земля Обычно упоминается Как северные границы Руси И говорит ли это о том Что северные земли Были менее известны Тем Кто писал Именно вот К примеру Даже мы говорим В лаврентийской И патистской летописях То есть там очень часто Упоминается именно Конкретно этот термин Чудская земля Ну конечно Спасибо Действительно Древнейшие летописцы Они же были не только Историками Они были географами Они очень много народов Описывают Обычно всех критикуют Да Действительно Что Чудь Народ Чудь Жил Проживал где-то на севере Был не очень хорошо знаком В основном Освоением этой территории Занимались новгородцы Поэтому новгородцы Больше о них пишут И Да что говорить Ну Они были им чудес Они были им незнаком Ну конечно Потому что Первоначально Когда они изначально С ними столкнулись Да Скорее всего Увидели какие-то обычаи Вот как это новгородец Да Увидел их магию Собственно Вот оно и пошло Ну вспомните пример С Уралом С освоением Урала Собственно Тут дальше далеко ходить не надо В 18 век Русские проникают на Урал И начинают появляться Сказки Бажова Золотая антилопа Все дела Тоже Это все Уральская система И Избушка на курьих ножках Это Эти самые Избы Там Кого-то там С Урала Вот То есть Все нормально Еще было Спасибо Во-первых Спасибо за лекцию Вопрос следующий Если мы Ну условно Делим сообщения В летописях На реальные Четко материальные И на Имеющее отношение К чудесам Так или иначе То Могли ли быть В основе Вот этих чудесных записей Какие-то действительно Реальные явления Ну например Там погодные Или еще что-то И как современная наука Их анализирует Как она их Из них Выцепляет Какую-то Ну фактическую часть Спасибо Спасибо большое Да Есть исследования Забыл авторов О погодных явлениях В Древней Руси Которые по Фиксации Знамений Различных Определяют Определенные Явления в небе Например Они же видят Змея Может быть Это была Какая-нибудь комета Вполне возможно Что это была комета И они увидели Ее хвост Дальше Точно так же Объясняются Различные Три солнца Которые они Описывают В летописях И так далее Ну вот конечно Как объяснить Александра Невского В небе Это не знаю Но это уже другой вопрос Это вопрос веры Вот Поэтому Это изучается Действительно Есть Данил Викторович Пузанов Из Ижевска Который занимается Исследованием Природных явлений В картине мира Восточных славян Что тоже собственно Посвящено этому А еще что я хотел бы Добавить по вашему вопросу Дело в том Что летописцы Вот есть такая Все-таки Выработана уже Отечественная историография На протяжении долгих лет Чтения летописей Что летописцы Вряд ли что-то придумывали То есть они действительно Записывали то Что происходило То что они слышали То что доносила до них Молва То что они читали В других источниках Другое дело Что они это так Поворачивали Как бы Включали в такой контекст Наполняли такими Библейскими чаще всего Смыслами Что это уже звучало По-новому Да Вот поэтому Как-то так Еще Фоменко и Носовский Они подвергли Вообще Сомнению Все это Аналогия Словно На летописи Сотрудники Московского Государственного Университета Подвергли сомнению Фоменко и Носовского Мы уж больше Как эти Мы как религиозные люди Больше уважаем МГУ Я верю МГУ Еще Спасибо за лекцию Мне очень Заинтересовал Как раз Последний слайд Насчет Аллюзий на Библейский сюжет И Не последний Последний Таблица И И Использование Подобных сюжетов Для Легитимации Своих каких-то Решений княжеских Для Доказательной базы Вопрос Вот Использование Подобных Ну Мемов по сути Это мемы ведь Да На кого они рассчитаны То есть Какая База Я не знаю Какую читателю Этого мема Кто его мог читать То есть Позволял ли Условно-образовательный Цент С того времени Прочитывать этот мем Спокойно Ну конечно Конечно позволял Потому что Ну естественно Во-первых Кто читал Это князья Это церковные деятели Церковные иерархи Князей было Очень много Одних Только Рюриковичей Было очень много В каждой земле Да Там были Соответственно Церковные люди У князей были Диаки Которые были Грамотные Поэтому Летописи собственно Писались конечно В первую очередь Для таких условно Верхов Ну естественно Что они прочитывали Это очень легко И вот этот скрытый Даже смысл Библейский Собственно Как и мы Современные мемы Понимаем очень легко Потому что Мы знаем контекст Они тоже очень хорошо Знали контекст Потому что Они учились на Библии Грамоте они учились На Библии И все эти сюжеты Они знали Прекрасно Поэтому Я считаю Что это конечно Было рассчитано На князей На церковь Для того Чтобы выяснять Определенные вопросы В том числе Политические Условно Говорят Пропаганда Больше шла Скорее всего Через Все таки Иконы Если говорить О народе О прихожанах Помните Прекрасно Знаете Что в церкви Неграмотный Рожанин Но через иконы Он будет воспринимать Через визуальный материал Да Поэтому Скорее всего Вот так Как-то я думаю Все? Можно? Да Спасибо Хотел спросить Про кометы Но уже спросили Поэтому Другой вопрос Значит В летописях Вот идешь по улице Видишь чудо На Баумана Да И в летописях Был рецепт Как отличать Не настоящие чудеса Волхвов От настоящих Или сами Все должны были знать Спасибо Да Они это Они Здесь летописцы Ничего нового Не изобретают Они ссылаются На священные тексты На хроники Георгия Мартала Который разработал Это все очень четко Инструкцию даю Значит Истинное чудо Всегда творится Исключительно Словом Молитвой Все Никаких действий Только молитва Ну может быть При помощи Каких-то реликвий Креста Или иконы Все А чудеса Ложные Они всегда Творятся Очень своеобразным образом Какими-то действиями Какими-то заклинаниями Какими-то речами Какими-то беснопениями Паданием Катанием на полу То есть это всегда Такое представление Ну по крайней мере Я говорю не как я Это отличаю А как летописцы Это объясняют То есть они в тексте Четко прописывают Волф Он его начинает Трести бес Он ходит Он падает Он говорит Он что-то там Произносит Какие-то звуки Поет А истинное чудо Святой Он читает Молитву Все В связи с этим У меня вопрос Президент Я понимаю Боролась За счет Уменьшения Чудесности У волков И этих А не было Противостояния Допустим За счет Молитвы С помощью Креста Уничтожались Чудеса Слушечка Очень интересный вопрос Спасибо большое Но в летописи Я такого не встречал Скорее всего В житиях Я думаю Есть сюжет Но по крайней мере Противостояние По-моему Такой сюжет Где-то был В каком-то житии Противостояние Волхва И Святого Да-да-да Такое было Но вспомните Хотя бы сюжет Моисея И волхвов Которые Я бросил посох Там Змея превратилась И так далее То есть такое было Да Такое Это интересно Как минимум Еще один раз Когда Симон Вознесся силой Да-да-да Конечно Да-да-да Тоже Действительно Тоже такой сюжет есть Ну ладно Все наверное уж Передойдем к следующему Спасибо большое